Всем привет, мои дорогие друзья! Но это не точно! Я вам сейчас расскажу, сколько же на самом деле стоит реклама на канале Versus Battle, а также у Юрия Хованского. И также научу вас не быть таким же YouTube-дерьмом, как является мой канал Gadgetmania, на котором вы сейчас смотрите данный видеоролик. Итак, новое видео, мы начинаем. Пошумим, блядь! Ну что ж, достаточно хайповое название. Ну, мы блогеры все такие, потому что мы любим хайпануть и сделать кликбейтное название. Сколько же стоит реклама там, где я вам произнес в самом-самом начале? Но в этом никакого секрета нет, потому что официальные прайс-листы есть на любом уважающем себя канале и блогере. Я не сошел с ума. Что делать, если вы, допустим, канал Gadgetmania или такой же канал, как я, имея 10 385 подписчиков, подписчики не идут никаким образом. Я сейчас вам показываю официальную страничку Social Blade. Здесь официальная информация, сколько в день на меня подписываются, либо, наоборот, отписывается количество людей. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. И вот если посмотреть на вот эту колонку, здесь вы можете видеть ежедневное количество просмотров, общее количество просмотров на канале. Имея аудиторию в 10 тысяч человек, которые практически не делают ничего. Согласно христианским канонам, то, что мы делаем, считается большим грехом. Если они никаким образом не проявляют свою активность, я имею в среднем 2-2,5 тысячи просмотров со всех видеороликов. При этом на канал ежедневно подписываются от 1 до 5, максимум 7 человек. На самом деле это очень неприятно. Даже вложив в канал столько, сколько я вложил, больше это, конечно, мои эмоции, мои какие-то старания. Но надо как-то дальше двигаться, что ж, унывать. И я начал гуглить и смотреть, как же все-таки мне подписчиков-то нормальных, адекватных найти. И для того, чтобы они смотрели мои видео и каким-то образом их комментировали, шарили. И делали все, что делают нормальные люди, если они интересуются тем или иным контентом. Итак, в 2015 году, да, 2 года назад, я зарегистрировался на еще тогда неизвестном сервисе биржи рекламы. Но сейчас, когда я вспомнил о том, что существуют легальные методы прибавки подписчиков на YouTube канал, хотя, в принципе, если вы заметили, что в последнее время в трендах YouTube появляются все больше и больше говнороликов, которые, я не знаю, как они туда попадают, но YouTube на самом деле сломался. Монетизация практически отсутствует как таковое понятие. И поэтому сейчас за 15 тысяч рублей вы можете попасть, от 15 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, вы можете попасть официально в, ну, скажем так, неофициально, но это вот такой вот ценник тренда YouTube, буквально потратив совсем-совсем чуть-чуть денег. Но я этого делать, конечно же, не собираюсь. Но это не точно. Я начал гуглить и, соответственно, искать информацию в интернете, как же все-таки легально, может быть, прорекламировать свой канал. Я попытался в этом разобраться. Потому что я думаю, что я создаю не совсем YouTube-дерьмовый контент. И поэтому просто в Яндексе набрал биржи рекламы YouTube. Я слышал такое словосочетание. И что ж я увидел? Я напомню, что на сервисе, о котором я буду говорить вам далее, и ссылочка, на которую будет в описании под этим видео, я, оказывается, был зарегистрирован в 2015 году, и я о нем забыл. Я набрал биржи рекламы YouTube. Здесь у нас первые три ссылки – это реклама от Яндекса. А потом идет вот она ссылочка. Вы видите, что я больше ни на какие другие ссылки не кликал. Прошел на сервис, на нем зарегистрировался, создал свою учетную запись, объявил о том, что я видеоблогер. Соответственно, вся статистика подкачалась автоматически, официально с YouTube. Добавил свои социальные сети ВКонтакте и Инстаграм. Добавил ценники, которые я считаю адекватными для рекламы на моем канале. Ну, я считаю адекватными, но, наверное, по меркам данного сервиса это слишком, наверное, загнутый ценник. Ну, ничего страшного. Если кто захочет, тот, соответственно, прорекламируется. Здесь вот так вот буквально, ну все, вся статистика очень интересная есть. Сколько средняя продолжительность ролика, периодичность выхода, сколько комментариев под видео, то есть вот ваша активность, одобрение зрителей и так далее, и так далее. И вы видите по вот этому графику, что, в принципе, канал скатывается просто в днище YouTube. Это, опять же, статистика такая же, как Social Blade. Даже если вы не будете пользоваться данным сервисом по назначению, вы сможете отслеживать достаточно интересную статистику, достаточно наглядную для своего канала. Тем более, если вы начинающий, да и, в принципе, не только начинающий видеоблогер. После того, как я зарегистрировался, я начал изучать интерфейс. А здесь очень интересная поддержка, точнее, не поддержка, а интеграция с ВКонтакте. Сюда приходят все сообщения, сюда приходят все, скажем так, ваши предложения по сделкам. И это очень удобно, даже если вы, в принципе, не заходите на этот сервис, вы можете активировать в настройках о том, чтобы вам приходило уведомление личным сообщением ВКонтакте, и вы всегда будете в курсе, что у вас там происходит. Ну, а теперь перейдем непосредственно к делу. Мы во внутреннем кабинете, в личном кабинете данного сервиса, Prology It, или я не знаю, как он точно называется, у меня с английским всегда было на твердую троечку. Но в разделе «Поиск каналов» мы получаем информацию, сколько же на самом деле стоит реклама на таких известных каналах, как Versus Battle. Но где доказательства? И сколько стоит реклама, например, у Юрия Хованского. А если посмотреть более подробно и отвечая на вопрос, который был в названии данного видео, то реклама на канале Versus Battle.ru стоит в начале ролика преролл самый эффективный метод рекламы в 100 тысяч рублей. Любой желающий, зарегистрировавшись на данном сервисе, сможет официально, это никакой не фейк, официально на этом канале, заказать рекламу стоимостью 100 тысяч рублей. Здесь достаточно высокие показатели эффективности данного видеоканала, и, соответственно, реклама, скорее всего, будет эффективной. Но если у вас нет 100 тысяч рублей, но вы хотите хайпануть, вы можете хайпануть Юрия Хованского в начале ролика за 30 тысяч рублей. А если у вас есть четверть миллиона, то вы можете сделать заказной видеоролик. Все это официально, с поддержкой сервиса, с контролем сервиса. Как это все происходит, я сейчас вам расскажу. Здесь есть зарегистрированные такие каналы, как Red21, Yango и так далее, и так далее. Если вы хотите, вы можете назвать, я погуглил, сейчас посмотрю, да, английская раскладочка, Vilsa, никаких каналов Vilsa.com здесь нету. Vilsa.com работает, наверное, с другими, с какими-то медиа. Но если для вас не важно, реклама, точнее, реклама у Vilsa.com стоит очень таких достаточно серьезных денег, больше даже, по-моему, чем 100 тысяч рублей, но не суть важна. Мы попадаем в список каналов, которые непосредственно предлагают нам свою рекламу. Мы можем здесь, здесь достаточно глубокий фильтр, то есть мы можем редактировать количество подписчиков, просмотров, демографию, возраст, аудиторию, где, чего, как, цену, если вы хотите, допустим, там уложиться в 500 рублей на рекламу, рейтинг и еще дальше. Мы будем редактировать по науке и технике, потому что наш канал относится все-таки к данной категории видео на YouTube. И здесь сделаем сортировку, да даже не надо делать никакую сортировку от 40 рублей. Мы видим, допустим, имея 1 700 000 подписчиков и в среднем 117-118 000 просмотров на ролике, мы можем получить следующее. Лайк плюс комментарий стоит 300 рублей, в начале ролика 30 тысяч рублей, в интересные каналы 1000 рублей, ссылка в описании 2000 рублей, лайк под видео 400 рублей. Все виды рекламы, больше их не существует. Здесь посмотреть статистику, если нравится, можно заказывать. Не нравится, идем и смотрим дальше. У Айкок просто от 500 рублей очень интересно, то есть это официальная статистика канала Айкок просто, то есть реклама в начале видео будет стоить всего лишь 30 тысяч рублей, периодичность выхода видео примерно раз в день, в среднем 5 минут один ролик, в среднем 820 комментариев. Ну что ж, за 500 рублей можно лайк плюс комментарий, интересно имеет ли это какую-то эффективность, я в последующем, когда у меня будет достаточное количество денег, чтобы позволить себе достаточно такой шикарный проект, как лайк плюс комментарий от Стаса Айкок просто, я конечно же закажу. Здесь вы можете сделать сортиров, точнее дальше повыбирать и допустим, ну в среднем вот мне надо там уложиться в 150 рублей, к примеру, да, 250 рублей, это уже дорого. Либо вы будете в каждый день после того, как вы зарегистрируетесь на данном, кстати, Кедр.ком. Сколько стоит реклама в Кедр.коме? В начале ролика 19 тысяч рублей всего, в середине ведь 19, в конце 15. Вот если честно, это интересная сплавящая подсказка 10 тысяч рублей, заказной ролик 60 тысяч рублей. Вот эти парни при таком недостаточно большом количестве подписчиков, при их контенте, который они создают, эта сумма достаточно интересная. То есть, в принципе, за 15-20 тысяч рублей вы получите очень-очень хороший результат. То есть, как вы видите, здесь действительно достаточно большие, я слово достаточно, наверное, уже 15 раз произвел, произнес, но ничего страшного. Мы выбираем мастерская истории, вот 50 рублей, пожалуйста, у нас официально, лайк в видео 200, конечная заставка, заказной ролик, лайк плюс комментарий, интеграция, реклама. И это ссылка в описании, 200 рублей. Вот это, пожалуй, самый популярный на этом сервисе вид рекламы, это ссылка в описании, когда о тебе ничего никто не говорит, но под роликом будет ссылка в описании, я не знаю, сколько она будет там держаться, но как минимум один день точно, это будет стоить 200 рублей. Посмотрим статистику канала, здесь все достаточно хорошо, средняя продолжительность 19 минут, период выхода 2 дня, 160 комментариев под видео, то есть, ну, может быть, даже 160 человек заинтересуется, статистика канала, что здесь в среднем по 100-200 человек в день подписываются, это неплохо, и этот человек мне писал поддержку сюда, то есть, здесь есть вот такая вот уведомлялка от ВКонтакте, сюда поступают все предложения, они отображаются, также они дублируются у вас личным сообщением ВКонтакте, и этот человек непосредственно предлагал сам, я его сейчас сам нашел, а он до этого мне сам предложил рекламу, которая тоже стоила 200 рублей, я скорее всего соглашусь. Я решил не останавливаться на достигнутом. Но это будет чуть-чуть попозже, а сейчас я вам расскажу, как это происходит на непосредственно процессе. Из тех видео, точнее, из тех предложений, которые мне поступили вот сюда, то есть, видеоблогеры сами меня нашли и предложили за какую-то копеечку пререкламировать на своем канале мой YouTube канал, я выбрал несколько, на данный момент две, одна уже заявка выполнена, одна еще в процессе, как вы видите, все это я могу узнать из менюшки, которая находится слева, и я здесь вижу следующее. За 30 рублей канал, мы смотрим статистика канала, его официальные прайс-листы на рекламу, в среднем 2 минуты, период выхода 11 дней, 40 комментариев под видео, ну, за 30 рублей, это такой тестовый, скажем так, пробный заказ, но один из заказов у меня уже выполнен, он в разделе завершенный, парень выполнил заказ за 40 рублей, плюс бонусом я получил лайк под одним из моих видео, которые непосредственно выбрал я, у нас здесь есть чат переписки, тоже достаточно удобная фигня, вы можете договариваться непосредственно с видеоблогером напрямую, прогноз просмотра видео, количество подписчиков на канале, парень выполнил буквально за 30 секунд, после того, как деньги, после того, как я подтвердил о том, что я согласен на эту сделку, оплатил ему эти 40 рублей, и вот в этом видео, пожалуйста, то есть вы отслеживаете, вам не надо ничего искать, вы на одном сервисе получаете следующее. У меня всего два перехода, 210 просмотров на данном видео, пока 4 комментария, дата публикации, я могу, допустим, пройти и посмотреть это видео, в котором у меня стоит реклама на мой канал. Вот, пожалуйста, он мне написал, что писать в ссылке под видео, у него больше никаких ссылок нет, я ему написал, напиши следующее, вы сейчас видите на экране, и ссылочка на мой канал. Ну что ж, в принципе, очень-очень-очень неудобно, в одном месте за принципе небольшие деньги можно попробовать порекламиться на разных YouTube каналов, тем более, если вы начинающий видеоблогер, да даже не начинающий видеоблогер, в одном месте объединили всех видеоблогеров, которые могут давать рекламу, принимать рекламу, платить за рекламу, и вы в конце концов узнали, сколько стоит реклама на канале Versus Battle у Юрия Хованского, пожалуйста. И, кстати, если вы будете покупать ее просто так, на просторах интернета, это никак не будет регламентировано, вы не сможете доказать факт оплаты. Здесь же, в принципе, все происходит вот с помощью сервиса, ссылку на которую я, повторяюсь, оставлю в описании под этим видео, проходите, смотрите статистику своего канала, статистику других каналов, становитесь популярными. С вами был Павел, некоторые меня называют Booking, вы на канале Gadgetmania, подписывайтесь, комментируйте, и, пожалуйста, расшарьте данное видео, мне будет очень полезно, потому что последние две недели я немножко был, болел. Совсем скоро увидимся, с меня еще обзор Huawei Honor 6x, пока-пока.